Так, мы проведем совершенно по выполнению демонта дорог по области этого года до утюг, поэтому хотел, понятно, что погода у нас не очень ровная, совсем не ровная, но несмотря на это, мы все равно опять не выполняем сверстное награждание, и, конечно, с точки зрения логистически не очень ровно, мы выполняем у нас туда, что более-менее сухая погода, но перед нами, что погода будет улучшаться, поэтому все равно нужно настраиваться на выполнение госзаданья. Выполнение по ДЦП составило 2 миллиарда 30 миллионов, что составляет 51,5 процента от плана по ремонту автомобильных дорог. Выполнено на 999 миллионов 213 километров 72 процента. Принята комиссия «Одна дорога», 19 объектов протяженностью 167 километров готовятся к сдаче, также ведутся работы на 13 объектах и трех мостах. Также по одному объекту к работам не приступили, это щеки на одной квартире, в общем, приступят 9 сентября. А там, насколько я понимаю, есть подрядчик с подрядчиком, с подрядчиком оказался? Да, сегодня. Вчера встречались, готовы выйти 9 числа. 9 числа мы на объект. Ну, это с подрядчиком, насколько я понимаю, правильно? Да. Ну, товарищ, вы настраиваетесь, если он не выйдет, вы настраиваетесь на то, что выйдете. Я готов. Мы людям не обещали эту дорогу в этом году завершить. Поэтому вы даже не вздумайте ее на следующий год откладывать, просто сразу вас предупреждать. Также запланирована установка 369 павильонов, 16 павильонов, автопавильонов, остановочных комплексов. Установлено, готово к отгрузке 22-130 в течение 10 дней тоже было готово. Мы получили договор на размещение рекламы, соответственно, с первым Тульским. У нас есть коммерческая служба, соответственно, чтобы, во-первых, эти рекламные пространства использовались для деинформирования жителей, в том числе для размещения социального рекламы. И хочу сказать, что те поимена, которые даже здесь стоят, они эксплуатируются по клубовищу. Они не молятся. Вот ни разу я не видел, чтобы они молились. Объявления там висели, их сорвали, а остатки их объявлений так и оставили. Это неправильная эксплуатация. Поэтому Ленинский район, хочу сказать, что ни разу они стоят почти месяц уже при остановочном павильоне, ни разу их не помогут. А деньги, наверное, регулярно списываете, да, на содержание? Ну, наборе нет такого, я думаю, как поможет. Ну, значит, это поможет. На той неделе вы сказали, что такое умеет. Значит, ну, еще раз скажу, вы проехали, посмотрите, в каком они состоянии. Ну, пожалуйста. По содержанию автомобильных дорог выполнено на 667 миллионов, что составляет 74% от плана. Выпуск асфальта бетонной смеси собственной АБЗ 233 тысячи тонн, покупного 105, что составляет 80% от плана. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. Выполнение составило 1-5 миллионов, что составляет 87%. Есть проблема по строительству авто дороги в Киреевском районе Красное озеро. Соответственно, заказчику было предъявлено, подрядчику было, значит, подрядчикам не выполнено условия мирового соглашения, заказчикам получен исполнительный лист на сумму 4 миллиона. Исполнительный лист получен, хорошо, а деньги получен? Мы направили он в БЖС для исполнения по месту нахождения данной организации. 4 миллиона 496 тысяч. Исполнительный лист в городе Киреевском районе, где находится данная организация. Нет, исполнительный лист – это хорошо, но нас деньги на счету больше не присутствует. По нашим счету. Пока еще не получится. Добровольные порядки это не оплачивают. Причем в городе? Ну, по крайней мере, мы с вами не встречаются, он еще не приехал. А почему вы не оплачиваете добровольные порядки? Мне кажется, вообще, это нормальная практика, когда если есть суверенное решение, скупившее законным силу исполнительного листа, к чему мы должны обязательно через тесты действовать? Нам не нужны такие подрядчики, которые с нами работают и добровольные, мало того, что не выполняют свое время, еще и добровольные хотят исполнять свое обязательство. Но и с таким подрядчиком нам не прибудить. Дальше. Капитальный ремонт водопропускных труб. Нет, реконструкция на столовой переходе в Веневке. Веневка. Значит, по Веневке. Здесь почему штраф 9 миллионов мы оплачиваем? По решению мирового соглашения, они должны до 1 сентября 87 миллионов оплатить. В достоящее время подряд организация не оплатила работу. Сейчас из выполненных работ в добровольном порядке отказываются оплачивать. А зачем опять нам такие организации? Будем с ними дальше тогда судиться и взыскивать себя не успеху. По имени выполнения мирового соглашения выполняют сумму. А почему не банкротитель? Подавайте на банкротство. И в первом и втором случае подавайте на банкротство. Ведите процедуру, вводите процедуру банкротства. Что это такое? Значит, по первому случаю он у нас еще поставляет какие-то материалы. Значит, соответственно, все оплаты на 100 до тех пор пока не оплатят. Они вернет нам эти деньги. Понятно, да? Мы не оплачиваем. Я так и сделаю. Мы не оплачиваем. Мы приостановили оплату. Все приостановили оплаты. 7 миллионов там проверено. 12 миллионов. Ну и все, значит, до тех пор пока не оплатят. Управлено в порядке и ничего не оплатить. Понятно, да? И подавайте дальше начинаете судить. Да? Реконструкция? Лопаткова и Ефремов. Лопаткова и Ефремов. Это разборка моста. Идет работа? Работа выполняется. Выполняется. 5 декабря. Я был сказал. По мировому соглашению, если сроки не выполняют, там не штраф? Срок у нас не выполняют. Там порядка 40 миллионов, а мы не устойку дела. И штраф 7 миллионов они, безусловно, выплачивают. Там осталось чуть-чуть. Они попробовать разобрать. Дальше. Отмененные торги у нас? Реконструкция мостового перехода через ее пускать книжку. А почему Вы сейчас подпадали в комитет госзаказа опять тратите миллион двести на изменение правильной документации по мостовому переходу через Красивую Мечу? Дмитрий Алексеевич, не по мостовому переходу. У нас очень. Кажетировка трубы у нас идет. Трубы полные в Москву. Там коммуникации. Газ вынос. Красивую Мечу, да? Нет, это в Москве. Красивую Мечу мы не рассматриваем. Нет, я вчера посмотрел. Красивую Мечу. Красивую Мечу мы не рассматриваем. Ну, тогда время полуточнить. Да. Дальше. Реконструкция мостового перехода через Книжкины на километре 132 автомобильной дороги М2 Крым в втором направлении Заводском районе. Переконструкция трубы. Липкий, Бородинский, Больший, Калники в Киреевском районе. Так. Также торги не состоялись. По реконструкции. Год ввод от опросных труб подрядчик не вышел. Внесены предложения в ДЦП по перераспределению денежных средств. Дополнительно на ремонтной работе Тулафтадора в Крым в Крым старой направлении мы добавили от границы. Но здесь сумма у нас 2 миллиона у вас, правильно? Или на содержание дополнительно добавляем? Я не я тут. Выполните работу. По содержанию непонятно. Вот так. Я пока не очень. На ремонтной работе добавляю Тулафтадор? Нет, добавляйте ремонт. Мы добавили. У нас было на Крыме начало. Мы не делали. Содержание будем увеличивать только в рамках конфляции. До тех пор, пока мы не увидим, что моются кавильоны, дороги обслуживаются. Потому что вот эти заплатки, которые мы поставим, они тоже не приводят людей в приятном состоянии. Давайте мы по городу послушаем, Евгений Васильевич. По городу, если по автодору, по области у нас в целом ситуация под контролем. Я думаю, что мы здесь правы выполнят. В целом веруем. Видите, у нас еще погода такая. Иван Сеевич, на сегодня можно сказать, что основной контракт, который был заключен в ЗАО штабах, значит, он сроком ввестек 1 сентября. Проведена встреча с представителями данной компании. Им высказано намерение о том, что они будут продолжать контракт. Мы со своей стороны ведем в том числе и претензионную работу, направленную в их адрес предписания и в том числе предостережения. В том, что сроки закончены, тем не менее, компания высказала намерение о том, что она продолжает контракт и ведет работы. На сегодняшний момент по 36 объектам, по которым работает компания, на 10 улицах оформляются приемные сдаточные документы. Это улица Никитская, Новосковская, Газовая, Хомяковская, Курковая, Позакова, Большая Ряжская, Галтына и Седова. Но там есть проблемы, кроме участка, где ведется развитие. Вот оно видно. И в стадии завершения еще работа на 10 улицах, там, где положен выравнивающий слой. И исходя, с сожалению, с погодой, да, в общем-то, они готовы были приступить к окончательному слой, но ждем погоды. И также на 8 улицах подготовлены также к тому, чтобы проводить работу по выравнивающим слой. Это Октябрьское, Шоссеев, Иванское, Генерал Горшкова, Смедович, Станиславского. Но готовы приступить также. Есть техника, возможности. Они добавили еще, кстати, техники. Я сейчас хочу сказать, что понятно, что они скрывают сроки, когда была нормальная погода, не было, видимо, не А сейчас, когда раскачались, то погоды нет. Но я просто еще хочу сказать, что сама организация работает, она оставляет желательнейшего. Потому что та же установка бордюров, после, так сказать, из того, что вытаскивается из-под бордюров, тут же бросается на газонок. Это вот лежит неделю. Я, честно говоря, не очень понимаю, если у вас этого в контракте не знаю, значит, вы тогда убираете самостоятельно. Плюс вот по улице Карпово я проехал, посмотрел улицу, в целом сделал динамо. Ни одного съезда на боковой улице не сделал. Не окончательно сделано, но вы езжали с заказчиками? Весь пролетарский район тоже весь полуброшенный. Проезжаешь, там, после штанта, там, где они ремонтируют, бордюр поставили, куча огромная лежать. Ну, вот там, после бандышки, вот, наши службы. Владимир Владимирович, это задача, которая поставлена подрядчику, это их ответственность. Мы проехали по всему вашу руку с представителями фирмы штрафов, в том числе и с центральным офисом. Я им показал на те недостатки. Принимается мера какого характера. Заключается договор, им контракт представлен, в том числе и с нашим муниципальным предприятием, для того чтобы защитить контроль за качеством, опять же, проведения работ восстановительных, будем так называть, по тем дорогам, по которым проводился ремонт. И со следующей недели у нас выходит народ, и все это приводится в порядок. Хорошо, Евгений Владимирович. За счет подрядчиков. Сейчас люди, на самом деле, жители очень смотрят за тем, как мы с этой работой справимся. Хочу сказать, что жители, конечно, проявляют много терпения для того, чтобы, так сказать, терпеливо, пока относятся терпеливо. Нам, конечно, погода дает определенные испытания, но терпение жителей тоже наконечное. Поэтому надо начинать проводить этот порядок, и, соответственно, как только погода будет устанавливаться, нужно людей, которые у вас в администрации работают и отвечают за дорожное строительство, за обслуживание дорог, у них должна быть круглосуточная, без выходных дней, режим работы. Ничего другого у нас сейчас просто не остается. Мы в таком виде город оставим не можем. Нам нужна вся работа. Дом, что принесло.